Друзья, всех приветствую на канале Чеснок Онлайн, с вами Александр. Сегодня мы разберем самый перспективный и острый бизнес. В этом выпуске мы съездим в гости к Алексею Глушкову. Он вместе с партнером занимается чесноком 4 года. В это дело они вложили порядка 1 миллиона рублей. Алексей расскажет все моменты, начиная от выращивания, заканчивая оборудованием. А также расскажет про сорта, которые он считает наиболее перспективными. Желаю вам приятного просмотра. Разведительность труда выросла просто в десятки раз. Приятно на нем ездить, приятно обрабатывать почву. Интересно, понравилось. Ну, есть свои нюансы, как ты знаешь. Очень много нюансов. У вас как обстоит дело с продажами, если... Это надо вырезать, пусть. Просто очень тяжело. Омой пойдешь. Кстати, по чем будем продавать? Так что пока 140 тысяч не знаем, куда потратить можно будет. Друзья, сразу вам скажу отличную новость. Это у нас появился первый спонсор. Это гуминовый препарат Доктор Эльф. Именно этот препарат использует главный герой для получения большой и хорошей головки чеснока. И мне вдвое неприятно, что данный препарат производят у меня в городе. Поэтому, друзья, все контакты и ссылки оставлю я внизу в описании. Переходите, звоните, заказывайте. Друзья, всех приветствую на канале Чеснок Онлайн. С вами Александр. Я приехал в гости к своему коллеге, к Алексею Лужкову, в Оречевский район, деревня Малая Гарри. Алексей, привет. Привет. Алексей, мы с тобой познакомились с зимой этого года. И расскажи, Алексей, как ты пришел к тому, чтобы заниматься чесноком? Так, чесноком мы начали заниматься, да, года 3-4 назад. Первый год мы посадили три грядки. Совсем немного предложил мой друг Владислав. Давай, говорит, попробуем чесночком заняться. Владислав это партнер твоей? Да, мой партнер, да. Мы вдвоем с ним начали это делать. Ты как бы один, тебе тяжелее намного, я знаю, потому что я бы один, наверное, не стал бы этим заниматься, потому что очень тяжело. Так что я тебе сочувствую, да, это надо вырезать. Просто очень тяжело, думаю, тем более, если никто не помогает. Ну, я говорю, давай, нормально, пробуем, может быть, что и получится. Посадили три грядки на поле, что-то получилось, получилось даже неплохо. И впоследствии решили распахать еще немножко. Первый год мы распахали 3 сотки, второй год мы распахали 10 соток. И сейчас у нас уже около гектара. А в этом году уже будет около 2 гектар площади. Очень интересно, понравилось. Ну, есть свои нюансы, как ты знаешь. Очень много нюансов. Но и без техники, как бы мы подумали, что не обойтись. И начали покупать вот, да, технику. Сначала один трактор, потом к нему оборудование, сейлку купили. Потому что руками такие площади садить очень сложно. Это результативно очень. Но есть минусы, конечно, с сейлкой, потому что бывают пропуски. Чеснок может застрять в чеснокосажалке. И получаются вот такие пропуски. Да, конечно, это минус. Но когда у вас гектар 2, бывает и такое. Что делать? Значит, вот наш трактор, который, первый трактор, который мы купили. Он нам пришел, в принципе, под осень. Мы очень были довольны им. Собрали и подцепили оборудование. Вместе с ним пришел, значит, почва фреза и сейлка для чеснока. Ну, в принципе, я покажу даже, да, вот как она выглядит. Значит, вот она сейлка. Это одна чаша. Значит, сюда засыпается чеснок. Естественно, чеснок падает как угодно. У нас сразу же был вопрос. Почему, как будет садиться чеснок? Надо ведь садить чеснок книзу попкой. Ничего страшного. Как он упадет, бусинка пересняет. Как он упадет, чеснок, так он и вырастет. Сила природы. В основном они падают кверху попой. Как это сказать-то? Падают они неправильно. В основном. Всегда. Но сила природы все равно дает свое. И чеснок растет очень неплохо. Мы садили до нее руками. А впоследствии, когда стали садить сейлкой, производительность труда выросла просто в десятки раз. Так что техника – это первое, основное, что нужно, конечно, для того, чтобы заниматься фермерством. Руками можно много сделать, но не так, как с техникой все равно. Техника имеет большое подспорье. Из навесного на этот трактор у нас идет почва-фреза, скаут, метр шириной. Для обработки до гектара, в принципе, ее достаточно было. Так как нагрузка увеличивается, все равно лучше иметь большую технику. И к этой технике мы сейчас перейдем, которую мы купили непосредственно уже в этом году, весной. Мы купили трактор побольше. Он нам нравится, конечно, больше, чем этот, потому что производительность у нас еще увеличилась. По коммерческой составляющей у вас как обстоит дело с продажами? С продажами мы пока… Мы продавали в прошлом году, но не так много, как бы хотелось, потому что мы растим пассивной материал для себя. То есть сейчас у вас увеличение пассивного материала идет? Да, увеличение пассивного материала. Почему мы его не продаем пока? Но в этом году уже будем продавать сок Любаша, Добрыня. Пойдет у нас на продажу, да. Немного, но пойдет. Так, сейчас у вас в этом году сколько посажен? В этом году, в том году, получается, в 2020 мы посадили 80 соток. Ушло примерно 800 килограмм, да, 700-800 килограмм ушло. Но продавать, наверное, будем совсем немного, может быть, тонну, не больше. Потому что все-таки хотим расшириться, и в этом году мы распахали еще гектар. И в этом году планируем посадить 2 гектара. Из этого нужен пассивной материал. Я думаю, Александр нам в этом поможет. Кто-то поможет. Где-то будем покупать именно сорт Добрыня, а сорт Любовь. Вот сами свои пульпочки. Впоследствии мы, наверное, пойдем покажем, как вырос сорт Любаша. Как вырос сорт Любовь. А, то есть и Любаша, и Любовь у нас есть? Есть, да. Есть и Любаша, и Любовь на разных полях, чтобы не путаться. И собирать будем именно по сортам, чтобы не путать сорта. Чтобы пересортиться. Да, чтобы обязательно не было пересортиться. Но они, конечно, отличаются по внешнему виду. Любаша, Любовь, Добрыня, они очень отличаются. Мы постараемся и сушить в разных местах, и собирать по-разному. И созревание у них идет тоже по-разному. Вот. Насчет гербицидов. Мы вообще не используем гербициды. Почему? Потому что мы хотели получить более экологически чистый продукт, не используя никаких гербицидов. Мы планировали все-таки, думали, что не так будет сильно расти сорняк. Не знаю, но оказалось все наоборот. Сорняк после того, как земля отдохнула, растет еще больше. Очень сильно растет. Очень сильно растет. Из-за этого все-таки применение гербицидов я оправдываю. То есть рассматриваешь? Да, рассматриваю применение гербицидов. Но тоже в умеренном количестве. Не надо поливать им все полностью, дабы не сжечь чеснок. Во-первых. Во-вторых, не ухудшить состояние почвы. И чтобы почва все-таки отдавала именно те питательные элементы, которые им нам нужны. И удобрения. Мы не применяем никакие удобрения, кроме азотного удобрения. То есть мы покупали аммиачную селитру. И вот доктор Альф. Гуменовый препарат доктор Альф. Все, больше ничего мы не использовали. Пойдемте покажу оборудование для трактора. Вот он у нас называется культиватор. Междурядный. Уже для трактора с трехточечной навеской. Если честно, мне очень понравилось, как он обрабатывает междуряди чеснока. Итак, вот наш трактор. Мы его купили немножко БУ. На нем было 600 моточасов. 600 моточасов. Трактор называется Джинма 244. Очень удобный, надежный, мощный. Но китайский трактор. Да, китайский трактор. Очень экономичный, надежный. Пока очень себя хорошо зарекомендовал. Довольно мощная, хорошая техника. Мне нравится. Я не рекламирую, но мне очень даже рекомендую. У нас есть аналог. Беларусь 300, по-моему, 320. Вот примерно такое же, но как-то не вызывает он доверия. Значит, новый, новый он стоит 830 сейчас тысяч. Мы его взяли за 250. 250 это очень хорошая цена. Но он был пустой, без навесного оборудования. А, также немаловажная деталь на тракторе. Все рычаги, все переключения осуществляются с помощью рычагов. Они очень хорошо переключаются. Не надо там дергать, как на советской технике, куда-то что-то переключать. Очень нежно, плавно, практически в первый раз. Как в «Жигулях». Впоследствии, типа, я тебе дам попробовать прокатиться. Ты сам поймешь, что нисколько не хуже, чем «Жигули». Даже иногда и легче. Рулевое управление с гидроусилителем очень мягкое и приятно ездить. Приятно на нем ездить, приятно обрабатывать почву. Да, это уже на большой трактор. То есть, мы там показывали на маленький трактор, это уже на большой. Значит, почва фреза производства у нас в Челябинске. Ну, комплектующий, конечно, Китай. Пробовали сразу фрезой. Нужно несколько раз. Несколько раз. Сначала первый слой проходишь, заглубляешься 5 сантиметров, срезаешь верхнюю кромку и с травой. А потом уже идешь тогда поглубже опускаешь, иначе можно сломать. То есть, ко всей технике нужно подходить с умом. Остается, можно вот туда посмотреть, ровная поверхность, пригодная для посадки все-таки чеснока. Так, значит, давайте поговорим про полив. И из этой бочки мы уже с помощью насоса поливали все наши территории. Первый раз мы поливали ручным способом. Мы ходили с лейками вдвоем с Владиславом. Это у нас заняло целый день вот это поле с лейками ходить. И потом мы решили приобрести вот такую бочку, засунуть туда насос, и уже от насоса ходить шлангами, поливать. Я сейчас даже покажу примерно, как это делается. Включается насос, и ходится вот так поливаться. То есть, по листу, и попадают на корни, попадают на лист. Очень быстро, удобно, с лейками ходить не надо. Весной мы купили препарат, гуминовый препарат, называется «Доктор Эльф». И летом три раза поливали это поле и соседнее поле этим гуминовым препаратом. Разводится он очень легко, там буквально надо немного препарата. Так, а вот какой-то эффект от Эльфа ты заметил или нет? Да, значит, у нас есть поле необработанное ничем, без Эльфа. Конечно, там результаты похуже. Я все-таки думаю это, потому что из-за применения гуминового препарата. Как мы поливаем наши поля? Это озеро, мы из него набираем воду, потом из него поливаем. Тоже ставится насос, подключаются шланги и поливается поле. Значит, как это происходит, пойдемте, покажу вам, Александр. Вот у нас идет труба вдоль всего поля, от начала и до конца, но она растягивается. К ней сделаны краны с быстросъемами. И вот так вот мы подсоединяем. И поливалки. Эти поливалки на шлангах, мы их удлиняем и поливаем уже все поле. Без полива вырастет мелкий. Чеснок горький, да, нехороший чеснок, да. А полив очень нужен. Так что всем рекомендую поливать, только поливать, обязательно. Это был сеновал. Из сеновала я сделал сушилку для чеснока. И вот на эти доски мы навешивали наш урожай, связывали чеснок в пучки по 8-10 штук и вешали сушиться именно здесь. Значит, открываются ворота, открывается там окно и получается ветер проходит. Ага, сквознячок. У меня сквознячок небольшой, да. И он у нас здесь сохнет. Именно сохнет под навесом, как и должно быть без доступа солнца. Да. Но, плохое что, в том году у нас было 10 суток, в этом году у нас немножко побольше. И, естественно, этого помещения у нас, наверное, не хватит. Здесь, наверное, будет висеть Элита, ну и Любовь. Висеть будет Любовь. Сорк Добрыня мы посадили там специально Элиту. То есть, Элита была очень большие зубки. Называю ее Элитой. И из них вырастет очень крупный чеснок. Вот зря мы не копнули-то, я тебе говорил. Там такой вот тоже 7+. Такой хороший. Вот, хотел показать, я забыл просто про Элиту. И здесь, наверное, повесим Элиту, для того, чтобы она здесь все-таки под пересмотром. У нас уже все вот такая. Элиту будем все продавать. Потому что ее и садить не надо. Мы оставим себе на посадку что-то, что-то посадим, а что-то продадим. Ну и сушить, ну тут, ну быть такой. Давайте поговорим насчет уборки. Давайте поговорим насчет уборки. Первый способ – это простой ручной выкопка. Просто мы накапливаем лопатой и дальше убираем, сушим, увозим, сушим. Все, это понятно. Второй способ – это механический. Вот как у нас с тобой картофеля-копалка. Мы подкапываем, она выбрасывает, собираем и все. Но при этом способе может у нас не получиться с вами. Почему? Потому что ботва и сорняки у нас очень большие уже. Вот. И есть третий способ, к которому я перехожу. И может быть я его даже попробую этот способ. Так как у меня есть мульчер. То есть сначала мы скашиваем верхний слой полностью мульчером, либо же косой. Неважно чем, просто надо скашивать верхний слой. И потом мы берем картофель-копалку и также уже рядок виден, то есть там тычки какие-нибудь остаются у чеснока, и мы выкапываем картофель-копалкой. Чем этот способ хорош? У нас сорняки уже не попадают в картофель-копалку. Может быть, будет меньше ее забивать. Так, и вопрос дозаривания. Как ты относишься к дозариванию? Когда мы начали только-только заниматься, мы посадили вот три грядки, мы эти три грядки выкопали, и тут же мы его обрезали. Значит, обрезали и положили сушиться. Чеснок мне не понравился. Он стал какой-то неправильный. То есть вот все вещества, которые у нас находятся в стебле, они должны уйти. Это на самом деле так. Они должны уйти именно в чеснок, и в чеснок уже дозревают, именно когда висит, когда сушится, когда лежит. То есть второй и третий год, когда мы выкопали и положили чеснок уже именно со стеблем, на досушку он уже получился более легкий, более качественный. Он досох. Он правильно досох. И только после того, как стебель отдал все питательные вещества в чеснок, вот только тогда надо обрезать. Это на самом деле так. Кстати, по чему будем продавать? Цена 250, вот вообще отлично. Да. Гуминовый препарат, который мы использовали, Эльф, он дал свой результат, мне понравилось очень, ты знаешь. Гуминовые препараты, я думаю, что я буду применять и впоследствии. Очень понравилось, то есть там, где мы не применяли вообще этих гуминовых препаратов, там рост, я еще раз говорю, совсем другой. Результат хуже. результат хуже, я тебе покажу. То есть визуально, визуально видно прямо, было именно, что да, и по листу видно, лист был желтее, желтее по полю, видно прямо. И по состоянию самого стебля, если вот ты видел стебли такие, полтора-два сантиметра в диаметре, то там стебель сантиметр всего. Вот она мягонькая, хорошая земля. Пойдемте, посмотрим теперь на сорта. Какие мы выращиваем. Здесь у нас была посажена бульбочка. Два раза, конечно, мы пололи ее. Три. Три раза мы ее пололи, но опять все заросло. Так и есть. Надо либо полоть, либо тогда обрабатывать какими-то веществами. Вот теперь вот. Размер неплохой. Это сорт любовь. Не любаша, а любовь. Это именно любовь, да. Это не любаша. Это кировский сорт. Кировский, да. Значит, смотрим. Да, два сантиметра. Ты был прав. Значит, вот это уже выросло из однозубки. Чесночок молодой, первогодок. Можно его тоже посмотреть где-нибудь. Давайте где-нибудь копнем, какой он у нас получился. Вот именно из однозубки. Это садилось тоже руками. Вот он как упал, так и получилось. Вот так вот он вырос. Я еще раз говорю, что сила природы, конечно, да, он не прямой получается, но в принципе неплохие корни. Никаких болезней мы здесь не видим, если вот его это очистить, посмотреть. Но его сожжать обратно не будем, конечно, мы. Мы его уже, наверное, помоем и пустим в пищу. Так. Да, пятерочка. Твердая пятерочка. Пять плюс, да. Дальше пойдемте посмотрим. Вот, очень интересный сорт Любовь. Любовь – это вот эта грядка. Саша, покажу вот прямо так. Мы его практически весь оставили на воздушку, на бульбочку. Извиняюсь. На бульбочку из нее. Хотим получить семена и уже размножать ее. Именно этот сорт. Сорт понравился очень хорошей всхожестью, очень хорошей лёжкостью, очень хорошие вкусовые качества у него, размер, размер самого чеснока. А, очень зимоустойчивый чеснок. И он самый зеленый был из всех чесноков. Вот листья у него были зеленые, то есть это говорит о том, что он очень хорошо у нас именно прирос. Но он до сих пор у него зеленый. Да, до сих пор зеленый. Прямо видно вот. Да, есть некоторые пожелтевшие листики, но это тоже не страшно так. Давайте подкопнем. Вот такой возьмем. Крупненький, довольно хороший. Здоровые. Видно, что они здоровые. Стебли мощные. Да, вот. Вот это наша любовь. Посмотрите, да. Слушайте, такой результат. Уже давайте рулеточкой померяем. Тут уже у нас идут 7. Ровно 7. 7. И ему еще сидеть. Еще две недели, это точно. То есть... Четвертая с огурочкой. Да. Очень неплохой результат, я думаю. Из-за этого этот сок мне не нравится. Вот он такой. Вот они. Прямо их видно, что они такие крупные, здоровые, хорошие. Будет воздушечка. Нам удалось купить только 5 килограмм в прошлом году. Если будет в этом году продаваться больше, мы, конечно, купим еще. Купим любовь за деньги. Побольше. И ее разводить именно хотим. Именно этот сорт. Значит, здесь представлен сорт Добрюня. Тоже очень неплохой сорт. Жалко, что ты раньше не приехал. Но схожесть, вот можно было посмотреть, практически 95% схожести было. То есть, если вот мы садили через 15 сантиметров, так они вот так вот и выросли все. Получается, вы вдвоем с партнером. Да. Ну, насколько у вас целесообразно такие большие вложения в чеснок, получается? То есть, у вас два трактора, у вас фрезы, окучники, сажалки. Ну, примерно 2 миллиона. Да, вы жили примерно миллион. Я думаю, целесообразно, но они окупятся, ну, немножко, чуть погодя, через, может быть, год, через два. Скорее всего, если уж точно говорить, наверное, через два. То есть, через два сезона. Мы ждем 100% окупаемости и получения прибыли. Получение прибыли. К примеру, это когда вкладываешься в чеснок, в сельское хозяйство, это тоже достаточно длинные деньги. То есть, горизонт планирования от трех лет. Это от трех лет, это ты в ноль введешь свои деньги. Да. Это при условии, что если все хорошо, если все будет расти, если все будет продаваться и так далее. То есть, рисков достаточно очень много. У меня есть свой сообщество ВКонтакте «Чеснок вятки», как ты знаешь. Да. И люди мне там пишут, что я бы тоже хотел заняться чесноком. Вот некоторые, уже двое такие. Подскажите, пожалуйста, ну сколько надо вложить? Что нужно сделать? Много ли нужно вложить денег? Я всем предупреждаю, что это не тот бизнес, который сразу даст отдачи. Это нужно вкладывать на годы вперед. В любом случае, как ты уже, наверное, знаешь, что это, ну, только что мы говорили, что это через три года только может быть. И то, но прибыль будет, все посчитано было, мной и не только мной, прибыль должна быть обязательно. Ну, конечно, да, эти вложения, они должны окупиться в любом случае с лихой. Конечно, мы покупаем оборудование. Конечно, мы покупаем трактора. Ты, предположим, там, мотоблок тяжелый, да. Но без этого никак. Если мы будем с тобой работать тяпками и лопатами, мы никогда не посеем в такой площади, которая у нас на данный момент уже есть. И мы же стремимся все равно дальше больше посадить. Ты тоже, я думаю, будешь еще больше расширять площадь. Я тоже обязательно буду расширять площадь, чтобы получить урожай более крупный. Собрано не руками, а жопой какой-то. Мы и так уматерились, блядь. Короче, не на камеру. Значит, пойдемте на соседний участок. Тут тоже у нас растет чеснок. Все участки у меня в собственности. Чтобы не было никаких претензий ни со стороны, скажем, ни соседей. Никто мне не сказал, что что-то тут ростишь, непонятно чего. Все, вся земля у меня в собственности. А, вот эту землю мы оформили буквально совсем недавно. Я сразу же стал ставить забор. Ну и вспахал здесь. Насыпал с земли песка, выровнял все. Ну и процесс выравнивания еще идет пока, потому что все-таки здесь очень было неровно. Но сейчас результат очень неплохой. Видно сразу, что вот такая ровненькая. Это все достигается именно почвофрезой на большой трактор, который ставится. Из-за этого сорняковка в минимум, совсем минимум, потому что почвофреза, все сорняки перемалывают. Очень получается ровно и хорошо. Но единственное, конечно, впоследствии мы будем пахать не так. Сейчас я пашу поперек, потом мы будем пахать вдоль. И, конечно, когда техникой идешь, лучше работать, чем вот дольше большой участок, чем хорошо. Сначала начал и пошел туда. Меньше разворотов было, да. Меньше потери времени. Вот такая вот. Ну, в принципе, сейчас уже готовая, да, для посадки. Вот, хорошая земля. То есть у нас было сначала три грядки. Мы распахали три сотки, потом десять соток, потом вот то, что имеем сейчас, это около тридцати соток. Купили торфа, привезли. Десять, одиннадцать телег. И пойдемте покажу, вот что получилось именно на торфе. Как растет чеснок на торфе. Смотрите, какая почва. Значит, почва, вот, именно торф. Мягкая. Но я бы не сказал, что... Ну, нет, влажная. Там очень, да, хорошо влажная. Вот буквально, сколько тут, восемь-десять сантиметров. Влажная почва. Давайте даже выкопаем вот толщина стебля. У нас вот полтора сантиметра. Ну, почти нет. Да, полтора, даже чуть побольше. И сам чеснок у нас шестерочка. Шестерочка. Да, это Добрыня. Почему Добрыня? Сразу видно, потому что вот он фиолетовый, имеет окрас. Корни, ну, конечно, я выдрал. Корни здоровые, хорошие. Не поврежденные. Сам чеснок хороший. Смотрите, листья тоже, в принципе, достаточно зелененькие. Зубчик довольно крупный. Имеет кремовый цвет. Бело-кремовый. Очень неплохое, да? Посмотрите, четыре зубочка крупных. Очень хорошо применять в пищу. Очистил один. Непосадочный материал очень неплохой. Так, а с обрезкой как у вас? Как обрезаете? Мы обрезали руками. Обрезали руками. В этом году у меня есть аппарат ручной. Сосед подарил. Покажу, если надо. Так вот. Переворачиваешь. Ну, сегмент. Такой. Из напильника сделан. Вот. В этом году мы купили шлифовальный станок. О, точно, шлифовальный станок. И мы хотим, я там переделал, кое-что надрезать еще надо. И вот так обрезать будем. Прям механически. Я тоже думаю. Да, да, да. Вот таким образом. А, вот что еще надо. Надо же обязательно еще аппарат купить. Для того, чтобы зубчики делить. На зубчики делить. Ага. Вот его у нас нет точно. Ну, обращайся. Ну, да. Это намек. Это намек. Потому что его нет еще. Он стоит дорого. Там тульские, по-моему, да? Да, тульские. Сколько они стоят сейчас? 60. Был он 65, по-моему, когда я узнал. Это ручные. Да, ручные. А так, 142. С двигателя. С двигателя. Ну, это не подъемная цена вообще. Да, нереально. А аппарат этот нужен раз в год. И все. А потом он будет стоять за такие деньги. Да, деньги заморожены. Так что пока 140 тысяч не знаем, куда потратить можно будет. Работы много, конечно, тут еще, да. Но все со временем, почему бы и нет, сделается. Главное, это под крышей все стоит. А будут потом деньги. Сделаем это. И замок повесим. И замок повесим. Режем. Замок-то есть, некогда вырезать. Я написал заявление, как староста деревни в энергосбыт. И нам сделали новые провода. Сейчас у меня есть 380 вольт. 220. Постоянная, надежная, новый сформатор. Новые провода, новые столбы. Красота. Так, по прополкам сколько раз пропалывали? Так, пропалывали три раза. Первый раз совсем рано, пока он 10 сантиметров был. Но он очень быстро начал расти. Я имею в виду сорняк начал очень быстро расти. Потом второй раз пропалывали. И третий раз мы уже рапалывали, вызывали людей. Нам немножко помогли. Специалистов, как ты говоришь. Спецназ. Спецназ, да. Люди немножко нам помогли. Но все-таки мы сейчас видим тот результат, который есть. Все заросло сорняком. Алексей, без чего чеснок нельзя вырастить? Какие основные моменты в выращивании? Ну давай начнем с самого начала. Подготовка почвы очень важна. Самое, наверное, основное это пассивной материал. Нужен качественный, хороший, не больной пассивной материал. Очень. Дальше уже идет у нас, конечно же, полив. Если нет дождей, уборка сорняков очень важна. Нельзя запускать почву до такого момента, что там уже вообще ничего не видно. Да, конечно, сейчас, когда вот уже у нас осталось буквально 2-3 недели до уборки, ничего страшного, что у нас вот сорняки выросли столько-то немного, да. Но мы не используем, я еще раз говорю, что мы не используем гербициды. Так же, как и ты. У нас чеснок вырастет здоровый, хороший. Да, может быть, он не такой большой, но все-таки здоровый. Хотя я тебе могу, вот любой, иди выбирай, я тебе копнем, и посмотришь, какой там, да. Я думаю, там все равно четверка сейчас уже точно есть. Точно, да, точно четверка есть. А это уже хороший результат. Четыре даже может быть плюс. Если где-то маленький чеснок, ну да, ну, ничего страшного. Еще немаловажный факт, это, конечно, техника. Если есть техника, то можно с большой долей уверенности сказать, что урожай у вас будет большой, если я имею в виду большие площади. Если вы выращиваете для себя и немного, то самое главное, это посевной материал и следить за чесноком. Хорошо, спасибо. Все, Алексей. Друзья, спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Лучшая благодарность, это поставить палец вверх и оставить свой комментарий. Постоянные зрители канала знают, что я, так же, как и Алексей, использовал препарат Эльф для удобрения чеснока. И сейчас провожу эксперимент по поводу эффективности выращивания с препаратом и без него. Результат своего исследования я выложу в следующих видео. Чтобы не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал и поставьте колокольчик. Так и не пропустите новое видео. А с вами был Александр. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.